Всем привет! Сегодня приготовим большой, натуральный и очень вкусный царь-бургер. Он получается сочной, с пористой и воздушной булочкой. Для приготовления бургера нам потребуется 2 стакана пшеничной муки высшего сорта, 1 стакан теплой кипяченой воды около 40 градусов, 1 чайная ложка сахара, 2-3 чайные ложки соли, 1 пачка 7-граммовая быстрых дрожжей, растительное масло без запаха, 1 килограмм говяжьего фарша, кунжутные семечки, 1 куриное яйцо, 1 помидор, листья салата, кетчуп и соус по вкусу и плавленый сыр. Для начала нужно приготовить дрожжевое тесто. Для этого в тарелку наливаем теплую кипяченую воду, добавляем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, засыпаем дрожжи. Я использую сухие быстрые дрожжи. Перемешиваем до полного растворения. Далее накрываем тарелку блюдцем или полотенцем и оставляем на 10 минут, чтобы дрожжи активировались. Высыпаем 2 стакана муки в чашу для замешивания. Делаем небольшое углубление. В тарелке, в которой разводили дрожжи, должна подняться шапка из пены. Это признак того, что мы все сделали правильно и дрожжи заработали. К дрожжам добавляем 2 столовые ложки растительного масла без запаха и еще раз тщательно перемешиваем. Затем помешивая, начинаем вливать дрожжи в муку. При необходимости подсыпаем немного муки. Тесто должно собраться в комок. Далее насыпаем на стол муку. Выкладываем тесто. Присыпаем тесто сверху мукой. И начинаем замешивать. Если тесто пристает к рукам, добавляем немного растительного масла на стол, на тесто и смазываем маслом руки. Замешиваем тесто минут 10 до эластичности. Далее немного раскатываем получившееся тесто и нарезаем на 4 куска. Если хотите, чтобы бургеры получились размером поменьше, разделите тесто на 5-6 кусков. Затем посыпаем противень мукой. Немного отбиваем тесто. Формируем лепешки и выкладываем их на противень. Место между лепешками оставляйте побольше, так как они увеличиваются в объеме в 2-3 раза. Убираем противень с тестом на расстойку в теплое место на час-полтора, чтобы тесто поднялось и увеличилось в объеме в 2-3 раза. Покрывать тесто полотенцем не нужно. После того, как тесто поднялось, выпекаем булочки 20-25 минут в предварительно разогретых до 200 градусов духовке на средней решетке, если духовка газовая, или на нижней, если духовка электрическая. Время выпекания зависит от духовки. У меня электрическая. Нагрев выставляю сверху и снизу. Теперь займемся фаршем. Солим и перчим его по вкусу. Затем тщательно перемешиваем и оставляем настояться. За 5 минут до готовности булочек вынимаем их из духовки, смазываем куриным белком и сразу же посыпаем кунжутом, чтобы он не осыпался. Убираем булочки выпекаться обратно в духовку до готовности. Теперь нужно подготовить овощи. Нарезаем помидор. Затем листья салата. Тем временем наши булочки приготовились. Перекладываем их на тарелку. Оставляем на 15-20 минут остыть и дойти внутри. Покрывать полотенцем не нужно. Вот такие булочки получаются в итоге. Далее разрезаем их на 2 части. Теперь нужно пожарить котлеты. Наливаем на сковороду подсолнечное масло без запаха. Формируем плоские котлеты диаметром немного больше запланированного, так как они ужариваются и становятся меньше. Обжариваем их по 3-4 минуты с каждой стороны. Все ингредиенты готовы. Теперь собираем наш царь-бургер. Кладем котлету. Смазываем ее кетчупом или любым соусом по вкусу. Далее кладем пластинку сыра, лист салата, сверху две дольки помидора. И накрываем булочкой. Вот такой царь-бургер у нас получился в итоге. Попробуйте приготовить его по этому рецепту. Я уверен, он вам очень понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите отзывы в комментариях. Приятного всем аппетита и пока-пока!